доброе утро дорогие друзья доброе прекрасное севанское утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору значит сегодня 8 сивана 7 июня за границей сегодня иструхаг праздника шавот иструхаг это день следующий за праздником то есть еще в каждом празднике есть два дня есть два дня которые один называется канун праздника один называется иструхаг это после праздника эти два дня они имеют большое значение они имеют большое значение и мы сейчас из вот этого значения поймем кое-что о жизни тоже. Получается, что когда человек, например, готовится к какому-то событию, да, всем шалом, человек готовится к какому-то событию, например, у него завтра свадьба. Значит, вот по еврейской традиции, когда вечером свадьба, например, то молодожены, они постятся этот день, не кушают, представляете, не кушают и не пьют даже воду. У них вечером свадьба. Они, значит, готовятся к этому дню, это очень важный день в жизни. Канун шабата. Ты перед шабатом должен успеть все подготовить. Канун праздника. Ты перед праздником должен успеть все подготовить. Тора нас учит, что 30 дней перед праздником изучают аллахот праздника, законы праздника. Значит, для того, чтобы все подготовить. Ты должен знать, что подготовить. И вот 30 дней ты изучаешь конкретно, изучаешь протоколы, да, как умные люди, как самые умные люди они готовятся к празднику да все что нужно предусмотреть все предусмотрено и ты изучаешь потом канун праздника ты настраиваешься на праздник и выполняешь последние приготовления и после этого ты входишь в праздник специально Тора нам запретила во все праздники в шаббат пользоваться электричеством телефонами, но раньше не было такой проблемы как телефон, а сейчас же это вообще проблема, сейчас человек его внимание оно полностью не его, он все время в телефоне поэтому в праздник и в шаббат нельзя пользоваться телефоном и это отлично, то есть ты хотя бы можешь воспринять этот момент потому что если ты с телефоном например представьте себе жених на свадьбе и жених на свадьбе под хупой он все время делает селфи, фотографируется потом как встать, как посмотреть какой ракурс у него нет, он не чувствует этого дня и если в праздник или в шаббат пользоваться телефоном например то просто все проскочит мимо тебя все проскочит мимо тебя теперь праздник ты включаешься в сам праздник потому что еврестии праздники это не просто праздники это духовная работа, это тренинги каждый праздник это определенный тренинг который имеет определенное влияние этот день, каждый праздник имеет определенного типа энергию, определенное наполнение Песах это духовный прорыв Роша Шана это анализ день суда Йом Кипур это день искупления ты как бы отрываешься от материальности не пьешь, не ешь и целый день в синагоге ты новый, ты просто чистый лист который вот стер в себя все старое Суккот, Суккот ты радуйся ты живешь в шалаше и ты радуйся главная суть Суккота это радоваться результатам года вот закончился твой год и ты радуйся результатам года ты значит уже после Роша Шана ты как бы вот кстати интересно Суккот, Суккот он как раз нам показывает что такое день после праздника идет Суккот ближайший наш праздник к которому мы сейчас двигаемся это будет Роша Шана Роша Шана это начало года день суда потом Йом Кипур день искупления день как бы после суда ты 10 дней раскаиваешься и уже в Йом Кипур ты полностью очищаешься и через 4 дня после Йом Кипура начинается Суккот Суккот ты радуешься ты новый у тебя впереди новый цикл ты закончил предыдущий год все грехи стер планы себе сделал да быть в этом году лучше чем ты был в следующем и теперь ты радуешься точно так же Иструхак Иструхак вот сегодня это как после праздника мы как бы должны в этот день мы должны есть такое слово абсорбция мы должны вот да здесь был Иструхак в Израиле был вчера а сегодня за границей за границей удваивается праздник и поэтому сегодня Иструхак за границей а в Израиле был вчера мы должны как бы принять в себя то что мы получили в день дарования Торы то есть мы должны это как бы не сразу бежать дальше а чуть-чуть еще почувствовать это влияние хорошо то есть мы разобрались как важно да 30 дней до праздника ты готовишься канун праздника ты пик приготовлений праздник ты находишься в нем на 100% и после праздника ты как бы переживаешь те те уроки те результаты те те какие-то твои выводы которые были да мы в конце помолимся за здоровье всех за то есть мы сейчас урок мы учимся в конце все помолимся за всех хорошо значит книга о Йом-Йом сегодня день Любайческого Рэба говорит нам Любайческий Рэба в этой книге не он говорит а он для себя это нашел и нам сообщает физический мир это смесь садовой беседки Всевышнего место встречи Бога с человеком и орехового сада почему именно так такая такое сравнение такая метафора то есть это смесь садовой беседки и ореховый сад вот представьте себе ореховый сад и садовая беседка оказывается да если мы не знаем Тору то мы вообще не поймем не поймем что здесь имеется ввиду потому что числовое значение слова орех орех эгос на иврите равно числовому значению слово грех орех грех на иврите это одно и то же слово по его числовому значению и получается Бог дает человеку осознанную свободу выбора чтобы тот мог сам избрать свой жизненный путь то есть у тебя весь это твой мир ты или ты в беседке наслаждаешься светом Всевышнего или ты собираешь орехи равно грехи что ты выбираешь это твой выбор у тебя есть полная свобода выбора чем заниматься каждую минуту времени и вот сейчас следующая нам следующая книга обретение неба на земле оно нам дает оно нам дает вот эту вот еще раз ключик к тому чтобы понять предыдущее оно прям Всевышний так специально соединяет чтобы мы поняли обретение неба на земле чтобы служить Богу надо иметь не только здоровую душу но и здоровое тело как можно мыслить молиться или учиться пренебрегая здоровым состоянием тела заботись о своем теле чтобы душа могла преуспевать в служении Богу это уже сказал нам эта идея любаческого рэма то есть занимайтесь спортом занимайтесь телом будьте здоровы теперь телом же можно заниматься совершенно с разными целями с двумя абсолютно разными целями можно заниматься телом для того чтобы для того чтобы именно не тело для того чтобы служить Богу для души а тело является конечной целью тело является то ради чего человек им занимается то есть он хочет чтобы им восхищались у него тут есть гава такая гордость у него есть тело для разврата чтобы заниматься специально некоторые готовятся то есть весь вопрос в том для чего ты это делаешь значит как один банкир пришел в тренажерный зал есть такая анекдот история и он значит пришел в тренажерный зал и он толстый такой банкир такой не спортивный и тут заходит в спортзал такая девушка вообще очень красивая тоже она хочет еще больше быть красивой как раз она ищет такого банкира и банкир этот обращается к тренеру говорит тренеру скажите мне какой мне использовать здесь аппарат ну из тренажера он имеет ввиду для того чтобы ей понравиться а этот тренер ему говорит послушайте вам надо использовать банкомат вот это вот единственный аппарат который ей понравится это банкомат да вот этот тренажер используйте то есть весь вопрос для чего люди используют тело какая у них цель это то что предыдущие книги нам сказали что этот мир он или как беседка для встречи с богом или этот мир как ореховый сад где ты собираешь эти орехи грибы не грибы а грехи теперь значит есть очень хорошая мишна пертья которая тоже этот же принцип объясняет сказал раби Шиман Барюхай раби Шиман Барюхай это который был который составил книгу Зуар он сказал так что трое шлуша шахло шулхан хат трое которые кушали на одном столе и не сказали на нем слова торы то есть они не вспоминали про бога вообще они кушали и не благословляли не сказали Беркат Амазон не пели там песни религиозные а просто кушали и не вспоминали про бога на этом столе как будто бы они ели жертвоприношение мертвых то есть каких-то поклоннических жертв они ели хотя может там и пища кошерная и все бодаться но они если они не вспоминали про бога они ели как будто бы жертвоприношение мертвых. Но трое, которые кушали за одним столом, и сказали на нем слова Торы, то есть они кушали, сказали там слова Торы, какую-то выучили Мишну, что-то они поговорили про Бога. Они как будто бы кушали со стола Бога. Шенымар, как сказано, и говорил он ко мне, это Бог сказал через пророка, это стол, который перед Богом. То есть тогда стол превращается в жертвенник. Если ты идешь тренироваться для того, чтобы у тебя было здоровое тело, чтобы служить Всевышнему, тогда спортзал превращается в, может быть даже, хотя то, что я сейчас скажу, оно может быть и не очень так прозвучит, что, конечно, это не бэтмидраж, да, это не дом учения, спортзал. Но если ты ходишь в спортзал, чтобы хорошо учиться в доме учения, тогда, получается, спортзал, он как будто бы присоединяется к дому учения. Весь вопрос в твоем намерении. Какое у тебя намерение, какая твоя цель. Теперь дальше. Дальше в этом сегодня мы изучаем в Израиле главу Беолотха. Беолотха и в этой недельной главе сегодня рассказывается очень интересный один отрывок, который, я когда-то тоже слышал объяснение от Раф Зильбера, а он как раз это объяснение говорил от имени предыдущего Любавического Рэба. Значит, здесь такой отрывок. И говорил Бог к Муше в пустыне Синай во второй год, когда вышли они из земли Египта в первый месяц, говоря. Значит, как мы помним, что еврейский народ вышел из Египта 3334 года назад и вышли они в месяц какой? Ниссан. Месяц Ниссан. Само слово Ниссан это как Ниссим, чудеса. Ниссан это первый месяц года. Ниссан это соответствует знаку Овин, потому что еле как раз Песах, еле ягненка этого, это как раз Овин вот этот. И Овин это весна такая, это весенний месяц обязательно, то есть это взрывная такая сила пробуждения жизни. И вот вышли, 14 Ниссана вышли из Египта, значит, сделали Песах, до этого съели Песах и вышли они. Через 7 дней раступилось море, потом они шли, 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 значит, потом они пришли, через 49 дней они пришли к горе Синай и на горе Синай на 50-й день после выхода из Египта получили Тору. Это вот мы как раз вчера отпраздновали, было было 6-7 месяца Сиван, это ровно 50 дней после выхода из Египта, после Песаха. Теперь после этого они получили Тору, дальше шли, какие месяцы идет после Сивана идет Тамуз, после Тамуза идет месяц Ав, это плохие месяцы. Тамуз и Ав, это это начинается, ну вот самые плохие месяцы для, вообще для еврейского народа, для духовности, это Тамуз и Ав. Вот после Сивана начинается Тамуз, а потом месяц Ав, 9 Ав, это был разрушен первый храм, второй храм, грех разведчиков, то есть самое начинается такое в духовном плане тяжелое время. Дудисты активизируются везде, как раз они в это время они прям активизируются, все раздеваются, лето. И потом, значит, потом у нас начинается уже подготовка к Рошашана, потом идет Рошашана, это седьмой месяц, да, Тишрей, идет потом Илуль, потом Тишрей, и потом, значит, в Тишере мы празднуем Суккот, и, значит, это седьмой месяц Тишрей, потом идет восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый месяц, самый веселый месяц это двенадцатый, это месяц Адар, и потом опять начинается первый месяц, это Ниссан. И вот сейчас второй год, вот они сейчас находятся второй год после выхода из Едипта. Вот у них сейчас, значит, наступил, наступил второй год. И был как раз месяц, первый месяц второго года, то есть год назад ровно они вышли из Едипта. Они в пустыне. Сразу они 9 авгу, они не вошли в землю Израиля, потому что они отказались заходить. И Всевышний сказал, а, если вы не хотите заходить, значит, давайте-ка на 40 лет в пустыню, пока не умрет весь этот народ. И вот они, значит, после этих всех событий Моше им сказал, что все, Песах же надо, и сделали, и сделают сыны Израиля Песах в пустыне. В это время, Боим Муадоу, во время 14-го Ниссана будем делать Песах. Хорошо. Значит, 14-го числа сделали они Песах, все отлично, все хорошо. Хорошо. И после этого сделали они Песах. И тут, значит, подходят к Маше Рабейну после этого несколько человек. Подходят они, сидит Маше Рабейну с братом, со своим Аароном, который первосвященник. Сидят они, учат Тору в таком шатре, сидят, учат Тору. Тут ученики, значит, сыновья Аарона, коины, евреи все приходят, кто хочет учить Тору. И говорят эти люди, тут заходят такие люди, толпа людей. Говорит нам устная Тора предание, что эти люди, которые зашли, они несли гроб Йосефа и гробы других основателей колен. То есть, когда сыны Израиля выходили, то Йосеф, когда перед смертью, взял с них клятву, что они его возьмут с собой в гроб. И они взяли его в гроб с собой, и они несли гробы. И заходят эти гробовщики, которые несли гробы. И говорят, вот мы Тмеим. Тмеим, значит, на нас духовная нечистота. Те, кто соприкасаются с трупами, на них есть духовная нечистота. Почему это мы лишаемся права? Они говорят, принести Песох. Ну, давайте как-то, ну, мы хотим, мы хотим со Всевышним быть в контакте. Курбан жертвоприношение, это то, что сближает со Всевышним, и это такой ритуал, такая форма, как максимально сблизиться со Всевышним. И они говорят, ну, хорошо, мы выполняли задание, мы несли вот эти гробы. Но, но теперь мы же хотим, мы же хотим тоже получить, значит, свою близость ко Всевышнему. Что нам делать? То есть, у них какое было намерение? У них было намерение приблизиться ко Всевышнему. И это очень важно, это чрезвычайно важно, какое у тебя намерение. То есть, вот например, то, что вы здесь сейчас слушаете урок Торы, это, это выражение намерения приблизиться к Богу, узнать про Бога, как-то, как-то с ним больше взаимодействия, да? То есть, это как в первой книге, то, что мы учили, беседка. Есть беседка для связи с Богом. Мир – это или беседка такая в саду для связи с Богом, или ты в Ореховом саду собираешь грехи. Теперь, значит, этим люди, что они хотели? Они хотели ближе подойти к Богу. Что им сказал Маше Рабейну? И сказал им Маше, и сказал им Маше, имду вейшма маеца ве ашем лахэм. Он говорит, постойте, послушайте, что Бог прикажет вам. Маше Рабейну не знал в этой ситуации, как поступить. То есть, она была протоколом не предусмотрена. То есть, была предусмотрена протоколом, что те, кто чистые, они приносят жертву Песах 14-го Несана. А те, кто нечистые, про них не написано. Но Маше Рабейну, слава Богу, он был пророк. И он мог, он был такой пророк, что он с Богом мог в любой момент входить в контакт. И он им говорит, подождите, сейчас узнаю. Вейдабэра шемль муше лимор. И говорил Бог Моше, говоря. Дабэраль бне Исраэль. Вот сейчас такая фраза вообще очень важная. Что Бог ему сказал в пророчестве? Вот слушайте. Бог ему говорит, значит, слушай и записывай. Дабэраль бне Исраэль лимор. Говори сынам Израиля, говоря. Иш-иш. Человек-человек. Тие таме ля нефеш. Если он будет нечист, соприкоснувшись с мертвым телом. О бадерах. Или он будет бадерах рахука. Лахэм. Или он уйдет далеко-далеко от вас. Это очень интересно. Куда это он уйдет далеко-далеко от вас? Будет в дальней дороге, да? И тут вот фраза, которая, удивительная фраза, которую как раз вот про Нёров Зильбера говорил. Или ли Доротейхем? Или на поколение? Непонятно вообще. То есть спрашивается, что делать с людьми, которые не сумели принести жертву Песах? Он говорит, если он будет человек нечист, мертвым. Этот случай, который эти люди подошли спросить. Или он будет далеко в пути. То есть он будет не рядом с храмом, не рядом с евреями. Он не может принести жертву. Не смог. Или на поколение. На поколение, помните, написано, что буду наказывать детей за грехи отцов до третьего-четвертого поколения, сказал Бог. То есть если отходит кто-то от Торы, то еще его дети, они что-то слышали, у них есть возможность вернуться. Первое поколение. Второе поколение уже дети ничего не помнят про Тору, они уже там женились на идолопоклонниках или на ком-то. Третье поколение уже вообще у них просто осталось, что кто-то у них там был еврей, что-то там они слышали про это. Четвертое поколение уже все. То есть уже некого наказывать, потому что те, кто отошли от Торы, они уже на четвертое поколение исчезают. Так теперь говорит Бог Маше, если отойдут от тебя на поколение, на третье-четвертое поколение, «Ваасу песах ляшем», и смогут они сделать песах для Бога. То есть они смогут вернуться, они смогут, или они ушли на поколение, или они не смогли сделать из-за духовной нечистоты, или они в далекой дороге, бывает, что забросило их куда-то, вообще непонятно, и смогут они сделать песах для Бога. Всегда можно вернуться, всегда можно сделать шуву, всегда можно вернуться к Богу до третьего, правда, четвертого поколения. то говорит Бог как это сделать то есть месяц и яр получается второй месяц значит 14 яра то есть через 30 дней после настоящего Песоха значит пускай они сделают жертвоприношение Песох и на мацот и горькая зелень его будут кушать и тут вот тут интересно то есть тот дружь который я слышал от Равзильбера что вот это на поколение имеется ввиду что Бог имел ввиду он же Бог знает что будет дальше что когда будут уходить евреи далеко-далеко от веры будут уходить на поколение от веры то до третьего до четвертого поколения все равно они могут вернуться и опять стать верующими и дальше он пишет так значит как его кушать вот но всегда все в этом мире идет как равновесие это как весы работает то есть был запрос они говорят мы не чистые мы хотим служить Богу что нам делать Бог говорит хорошо вот вам вот вам протокол как служить значит вы можете через месяц сделать этот Песох сделать это жертвоприношение как бы расширяет им возможность служения в плюс и тут же как обратное да как уравновесить он говорит продолжает говорит но человек который чистый и он не в пути недалеко он не ушел и он отказался делать Песох отрежется его душа от душ его народа потому что жертву для Бога он не принес в то время когда должен был грех свой пусть несет этот человек то есть Бог тогда говорит смотрите эти люди которые они были свободны от того чтобы сделать то есть они по причинам от них независящим они были нечистые и они не могли сделать но они пришли и задают вопрос а как я могу делать они хотят сделать значит мы открываем возможность дополнительная дверь открывается что если ты ушел далеко и хочешь приблизиться к Богу вот тебе пожалуйста но обратно как работает но те кто могли сделать должны были сделать у них были все условия сделать и они не сделали а Песох это самое такое приближение к Богу ну знак союза такой очень сильный отрезается их душа то есть эти могут прийти а эти отрезаются все равновесно все честно мир это или беседка в которой ты встречаешься с Богом или сад в котором ты собираешь грехи все значит и дальше идет и дальше идет если будет с вами жить пришелец и он сделает тоже жертву Песоха для Бога пусть делает это как полностью по закону Песоха и по всем его постановлениям и будет один закон для вас и для пришельца который приходит и присоединяется к вам то есть открывается тоже всегда открыта дверь для всех кто хочет прийти и присоединиться к еврейскому народу и служить Богу один и тот же закон будет и для пришельцев и для тех которые которые уже были теперь как сделали христиане вы же знаете они же как сделали они вот этот вот момент они решили изменить и они когда всех призывали вернуться к Богу они вначале шли по этому же по этому протоколу то есть была одинаково первых сто лет христиане это была секта внутри иудаизма но это очень сложно обрезание Песох там все вот это один закон тогда они сказали нет те кто присоединяются для них все упрощаем упростили все потом сразу же присоединилось очень много людей потому что к Богу все хотят присоединиться но не хотят за это заплатить с каким-то напряжением нагрузками там и так далее присоединиться к Богу отлично вечную жизнь получить отлично а что надо делать ничего мы согласны и когда они отменили на входе обрезания сразу же пришло много людей а когда пришло много людей потом они большинством голосом приняли что все надо отменить через сто лет отменили обрезание Песох там и все такое так оно было устроено так оно было устроено но в Торе написано что нет если кто-то присоединяется один и тот же закон и для тех кто присоединился и для тех кто родился военно обязанным и должен соблюдать все заповеди Бога все дорогие друзья теперь в заслугу того что мы поучились в заслугу того что мы хорошо поучили Тору что мы стремились приблизиться ко Всевышнему и принести его свет в этот мир то чтобы делай волю Бога как свою чтобы Он выполнил твою волю как Его все наши просьбы чтобы Всевышний услышал и чтобы кому надо выздоровление выздоровел кому надо благополучие получил кому нужна шломбайт чтобы был шломбайт и чтобы главное был мир во всем мире чтобы мир был во всем мире чтобы закончились войны чтобы люди перестали умирать за чьи-то амбиции за чьи-то за чьи-то там приказы чтобы люди жили себе зарабатывали были свободны радостны и счастливы все насчет благословления коина я спрошу у Равина если мне Равин разрешит благословлять каждый урок буду благословлять в принципе потому что я же не коин поэтому просто я могу сказать что Всевышний благословит всех кто помогает воикре кто учится на воикре кто кто вообще учит Тору любит Бога чтобы Всевышний дал всем благословения огромное безграничное все всем удачи успехов прекрасного дня